Я говорю, почему вы имеете право со мной так разговаривать? Она говорит, а почему вы имеете право со мной так разговаривать? Ух ты, ничего себе, как меня встречают! Впервые меня попросили написать на руке автограф. Я так рада, что я к вам приехала. Поехали! Я не могу! Я боюсь! Короче, я лох, но это могу говорить только я. Если вы скажете, что я лох, я бежусь. Мы проснулись, нам принесли завтрак. Вот кофе, йогурт и круассанный съедала. Кристинка мажет лицо. Я вчера вечером назначила встречу в 2 часа в ТЦ Аврора. Написали некоторые, что придут, но мы в любом случае туда съездим. Может быть, что-то прикупим в ТЦ. Посмотрим вообще, что за торговый центр. На площадь хотелось бы еще Куйбышева сфотографироваться. В общем, все будет в Инстаграме, поэтому в Инстаграм здесь. Там важно быть всем. Мы на улице Ленинградская. Самара. Холодно, жуть не могу. Я не знаю, как мы здесь будем гулять. Юность вот, смотрите. Юность. Что это за юность? В общем, тут напротив печка какая-то блинная. Мы зайдем, сейчас быстро перекусим. Я не знаю, куда вот вперед идти. Но там начало. Ну, надо туда пройтись по холодрыге этой. Я в блинной, Крис, если что. Wi-Fi тут есть? Здрасте. Какие блинчики у вас. Сели такое козырное место, прямо на Ленинградскую улицу. Это, наверное, кинотеатр, Юность. У нас тоже есть похожее название, да? Кинотеатр. А вы, извините, а вы не подскажете, это Юность, это кинотеатр у вас, да? Юность, это кинотеатр? Магазин. Магазин? То есть там что-то продают? Кушали, вот вышли. И первое, что я вижу, торговый дом, обувь. Зайдем, сейчас глянем. Что за обувь в Самаре продают? Может, тут фабричная какая-то? В смысле, обувь, это ли сборник разве-то что? Прислушалась, зашла вы. Ой, нашла прикольный рюкзак. Вот таких моделей я еще не видела. Это кожа натуральная, нет? Да. Кожа зам, да? Нет, написана кожа. Вот здесь кожа написана? Кожа. А, искус, иск, Кристина, куда ты смотришь? Невнимательно. Так, смотрите, у нас здесь достопримечательность какая-то. Знать бы, кто это еще. Кто это, как думаешь? Сейчас, подожди. А вы не подскажете, что за памятник это? Памятник дяди Степы. Дяди Степы, да, конечно, спасибо. Дяди Степы великан, смотрите, какие детки. Утю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Кристинка хочет возле дяди Степы сфотографироваться. Ну, я как фанат очков должна померить, это необыкновенное чудо какое-то. Это скорее очки-прикол же, да? Ну да. Мунтинка. Мне идет крест? Сколько такие стоят у вас? Тысяча сонсот. Какие-то кривоватые мне, или мне кажется. Не пойму, они сидят как-то криво на мне, что ли? А это ниже, а это выше. Да? Нет? А я вижу такое. Там, может, подправить нужно носу упора. Приколы же. В общем, прогулялись мы по местному Арбату. Действительно похож, я согласна, похож на московский старый Арбат. Я думала новый. Но нет, сравнивается со старым Арбатом. Действительно такая обрещатка, такие вот фонари сзади. Но мы что-то далеко не прошли. Я не знаю, есть ли там продолжение. Просто реально очень холодно. Лицо замораживается. И что-то мы ничего такого не нашли. И вот в лавку антиквариатную рванулись с Кристиной. А там маленькая эта, они скупают что-то. Но мы не стали там лазить у него. Сейчас поедем до площади Куйбышева. Мы хотели бы зайти в ТЦ Юность. Посмотрели, что здесь продается. Большой такой ТЦ. Здесь, в общем, и под ТЦ Юность. Я, как всегда, взлохмаченная. Ничего такого особенного не нашли. Очень много детского здесь. Вот клево. Ну, просто у нас самолет. И у нас перелет без багажа. Поэтому что-то брать с собой очень неудобно, к сожалению. Ну, ничего. Может, мы сейчас еще в торговом центре «Авроза» что-нибудь найдем для нас. Мы быстрым-быстрым темпом попали на площадь Куйбышева. Ай, Самара, городок. Сейчас мы будем фоткаться возле этих огромных букв. Очень красиво. Огромнейшая площадь. Самара 2018. Смотрите, детки там с горки катаются. Блин, какая красота. Супер. Класс. Ю-ху! Ю-ху! Я так рада, что я к вам приехала. Что это значит? Я взяла тюбин. Я беру. Я буду кататься. Вот этим я заберусь у нас. Вот здесь легче кататься, там нет горки. Ты куда поедешь? Давай, слава, не поедешь. Можно ли легче кататься? Да потому что там горки нету, куда они подпрыгивают, а там есть. А, сугроб, сугроб какой-то, да. Зая, я не могу сейчас разговаривать, я тебе перезвоню. О, он. Ты хочешь со мной прям поехать? О, щи, какая-то шерива. Давай, ты меня это толкуешь. Ты сделала, а ты меня толкуешь. Ой, стой, подожди, знаешь, что... Знаешь, что я стой, я сейчас камеру включаю, стой, подожди. Не надо. Не надо, держаться надо. Держаться надо. Ой, кошмар. Не надо. По бокам ручки. Стой, я нет, стой, подожди. Кошмар. Сумешечко. Да по бокам ручки. Все, я давай толкаю. По бокам ручки. Клопку. Нет, стоп. Нет, стоп. Нет, стоп. Сейчас пацаны нас приезжают. Смотрите, вот этот выберите. Вы берите. Открыть. Садись отсюда. Садись, садись отсюда. А вы берите как-нибудь так. Садись. Мы сейчас с цереной поедем. Садись, давай, как следует. Сидишь. Держи, да, подожди. Берите вот этот. А я это. О, и сейчас вы поедете. Давай. Ааа. Помогай. Я боюсь. Больше никто не поглядит. Если что, отпускай в последний момент. Ааа. 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 Помоги. Ааа. Геннадий. Мороз. Подожди. Ааа. Супер. Получил. Спасибо. Спасибо. Всё, пойдём дальше отвезём. Я домой, я домой. А, нет-нет-нет! Всё, спасибо, пацаны, побежали. А вы выкрутите это в Ютуб? Конечно. Ура, мы там будем играть! Ой, я теперь хочу тюбинг. Я хочу тюбинг. Смотрите, какая очередь! Супер! Селена! Мы покатались на горках, это безумно интересно и классно. Сейчас мы приехали в торговый центр «Аврора», мы парковались на пятом этаже. Мы опаздываем. Сейчас нам нужно спуститься на первый этаж. Как это сделать? Лифты, все этажи. На первый этаж нужно спуститься. И я надеюсь, что там нас ждут. Сейчас такая спешу-спешу, может там никого и нету. Никому не удалось прийти, но я надеюсь, что там кто-то есть. Крис, давай скорей! Блин, горки – это отлично, девчонки. Я советую вам, кто в Самаре и не был еще на площади Кубешева. Пока у вас там зима, прокатитесь в любом возрасте на этой горке. И это будет круто, да, Крис? Что-что, да. Да. Мы спускаемся по ТЦ «Аврора». Такой большой, блин, жалко не будет времени, честно говоря, здесь потусить. Сейчас мы по первому этажу пройдемся, вот так вот пробежимся. Надеюсь, кто-нибудь узнает нас. Это первый этаж или первый этаж? Это первый этаж. А как она первая попалась? У меня же она на 08. Спасибо, девочки. Мы в подвал уехали. Вот опаздываешь и вечно так. Что такое? Я не могу есть. Она мне дает. Она мне дает добраться до цели. Я пить хочу. Все? Это наш? Первый? Спасибо. Так. Где мои крошки? На первом этаже мы договорились встретиться. Ух ты, ничего себе, как меня встречают. Так приятно. Ой, смотрите, обнимашки какие. Прелесть. Как тебя зовут? Лера. Лера. Супер. Ты тоже? Иди обниматься будем. Саморщай, они мои. Мы их не знали. Мы вдвоем еще никого больше не видели. Мы, я думали, мы опаздываем. Мы опаздываем. Убежали со школы. Бежали. Так, вы не прогуливаете школы? Смотрите мне. Так, знаете что, я хочу попить. Вот где можно попить здесь? Мы живем вообще в другом районе. В этом магазине просто иногда бывает. Иду я и пью, и сзади девочки. Апачки, Селена. Привет, смотрите, они что-то мне приготовили. Как-то подарок. Это приятно, конечно, конечно. Теперь у меня пакет. Можно обняться? Вот, глянь. Женщины как отменили. Я вас даю. Мои хорошие. Прелесть. Ну погляньте, прогуляемся. Может и чем-то это будет. Смотрите, уже четыре человека. Ничего себе, Самара. Впервые меня попросили написать на руке автограф. Так, давай, кому? Или как? Или что? Написать. Просто Валерия может. Валерия. Ой, Селена, ты писать умеешь? Да. Офигеть. Вот. А почему я всегда с тебя все пишу? Селена. Свой. Круто. И так вот. Спасибо. Подожди, подожди. Точно умеешь. Очень красиво получилось даже. Тинку окружили, она тоже что-то пишет на другой руке там. А ты что пишешь? А ты что писать умеешь? ты отможешь руки потом или ты не будешь мыть двадцать второе ноль второе 2019 с любовью а мне на груди напиши в общем собрались нас четыре человека две подружки и две подружки пришли но уже походка на рост не в полный рост по-разному и у нас осталось 20 минут мы решили вот подняться на второй этаж не допущение что ну а это не улица что там темно а там парковка сейчас поднимемся на второй этаж на буквально посмотрим не знаю что купить кристине мы уже взяли памятный подарок а вот мне нет будут собрались в макдональдсе мороженое поедет крис как всегда задерживается очень так вот это десерты напитки кофе горячие напитки просто черный вот кофе будете девочки нет я большой за все уже приз на все уже до базовой а ты будешь ходить нельзя так нет спасибо ой что это а я кофе взяла или нет а чё там здесь стоите выпьем за тебя за любовь хорошие это кто сказал это место что вы думаете о селении своих крутая самая-самая крутая плагерш это это нарываясь на компания так кто не высказался еще самая скромная девушка не высказал я вижу все по глазам ты меня любишь про тебя я вообще все знаю я дедушка старенький тоже смотрю ваш канал дедушка скажите вы покрасили свои носы наши дедушки тоже ходят смотрят ваш канал и очень симпатичная бабушка бабушка не слушайте все мои хорошие давайте прощайте потому что надо бежать короче на эту паркингу и вдруг пробки вдруг еще что давайте а может не надо надо федя надо и снимали конечно пока все пока девчонки пока оставайтесь в самаре так мы закончили уже все и это до нас тут в кафе кафе вино сейчас мы нам угостясь и мы блок себя мы же блогеры так должны угостить нас вином тот час и мы едем блин я захотела бумажечку 2000 новую машечку 2000 новые соединенные у нас в ростове еще не принимают наши эти продавцы такие деньги они говорят слушайте ну здесь вообще столько и вот так вот просто уберите это и купюры 2000 новую короче растут что-то это у меня блин не было нарека я бы взяла тоже такая ты чё теперь в рамочку если никто не берет успели дойти до набережной поэтому я снимаю с такси по дороге в аэропорт слушай гляну она вся заснеженная можно походить по ней дрифтеры прилетали я по-моему не смогла заснять аэропорт вот сейчас мы же прилетели называется куру мочь куру мочь на только что чуть не оставила нас в самаре расскажите ты и вчера чуть не оставила я свой паспорт оставила на ресепшен а мой паспорт был приправе при прятом задней спинке этого рюкзака я просто забыла да смысле забыла его положено чтобы отсюда он не выпал а что мы полчаса сейчас что искали ну что я забыла шки тут разговаривают они даже не заметили что они поднимаются по лестнице а не по эскалатору да все это время настя говорит давайте не по эскалатору а ножки попки качай а мы нет качай сама и тут мы идем а она нас так направила технично короче кристина сейчас полчаса искала паспорт чем полчаса искала полминуты 29 минут так все мы проходим помните наш экран в ростове смотрите какой здесь здесь огромный экран вообще это же вот там где как по кругу получают огромный сейчас хоть побудем в этом в самарском аэропорту зацениться кстати очень классный аэропорт смотрите здесь все в таком вот стиле вот такой видите раз такое все какое-то два арочки такие очень красивые вот там тоже и какой-то вот зелененькое кафе такое мы думаю может быть здесь присесть да тут думаем присесть вот там и крис мы сюда пойдем местечко найдем кстати да глянь вроде места большого нет нет не подожди мы вот видишь это же не для одного смотрите что я взяла это кафе называется три оленя они вот сами делают морс еще я взяла рыбку и и остальное принесут нам сейчас крестинки овощи мне а ты что ты тоже рыбку взяла тоже руки захотела а картошку смотри у них три оленя местная абрикосовый панч даже это же не алкоголь не алкоголь не алкоголь не хочу я сейчас выпила немного вина и мне плохо поэтому и на алкоголь смотрите не коктейли водка на печеных яблоках водка на клюкве джин малина чела же в общем у нас рыбка картошечка взяли здесь это у меня в устричном соусе овощи на с говядиной а у крестинки без говядины положено и брокколи и вот такой вот мы взяли она да я показывал уже короче все вышло 1600 цены достаточно как это назвать высокие большие-большие высокие цены но это же ресторан не халям-валям каждый счет нам показал обычно в чайках написано чаевые остаются на осмотрение клиента здесь есть специальный пункт прошу описать а прошу списать банковского были прошу стать банковской карты чаевые официанты и пишешь сумку прикольно как можно подставить слышишь подставить полиции банковского карта со своего ну конечно если ты наликом расплачивался но это другое может подставить тебя ты не хочешь выйти куда-нибудь напишем косой оставим тебя без доли доверять да и она карта а где твой чек я надеюсь что не все таки я просто хочу рассказать какое лоб вот настя взяла себе морс такой же как и мы только она взяла в стаканчике за 75 рублей а я взяла за 170 в бутылочке ловная друзья за бутылку очень много заплатил дальше глаза загребущие наверно голодная просто было я взяла себе много всего но получается что по факту я съела только овощи а это это оставила то есть 500 рублей минус короче я выкинула реально 600 короче я лох но это могу говорить только я если вы скажете что я лох чего она испугала у нас еще есть время до через две минуты закончится посадка так что извините нас вот пробейте там девочка у нас просто пошла в магазин она вошла в три оленя до это до 2 нас посадочных еще нету твоего паспорта мне нормально настюха пошла в 3 оленя две минуты уже одна минута осталось до конца вы дождетесь пойдем насти ее зовут настя туман скажите быстро на вылет сюжет и посредине сидишь и я мы еще в разных местах сидим потому что мы последние пришли слушаем и на автобусе или что я не хочу на автобусе я люблю нет мы по коридорчику вы найти я люблю коридор не люблю автобус просто стоишь ждешь мерзнешь пока все соберутся потом едешь опять выходишь на мороз летом еще нормально вот тут еще очередь все очередь там ну да не ну натуре где где тебя олени носят что там накупил блин это такая мелочь так приятно я тоже люблю что-нибудь такое все время сделать нася туман блогер 200к больше 2 она заработала на такси и подарила нам жвачки о любви да ладно хоть это настя туман один взгляд чего стоит а мне откройте пожалуйста любовь это получать все за удовольствие получать все из-за удовольствия как вы это понимаете что это такое что значит из-за удовольствия лишь за за это написано непонятно за или из чтобы читать походу не умеет получать все за 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 но скорее за удовольствие получать так а ну-ка у меня а у меня чё 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 у тебя крис это любовь отрезать отрезать волос на память давайте отрезать мне волос а у меня прям про меня что там когда кто-то тобой покорен а кто-то мной покорен я думаю интересно о чем ты сейчас думаешь мне стало смешно в этот момент я не знаю а а а а а еще конфетка 2 а это ей так не 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 вижу далековато мы прилетели пересадка в москве у нас сейчас не звонят батарейка сейчас сядет любила звонит переживает алё кисть мы только вышли я же тебе сказала мы приземлились мы были в самолете это в смысле а мне плевать а мне плевать ну все мы только вышли у нас не знаю сколько там 2-3 часа ждать короче в 2 часа ночи я дома буду прилетим и в 2 часа ночи ну да мы сейчас сядем куда нибудь ну да мы сейчас сядем куда нибудь сядем кисть я тебя люблю ну все пока кисть давай за это так короче мы в москве и мы ищем где будем сесть поесть ну не поесть просто сесть зарядить телефоны все на нуле короче у нас опять казусы у Насти оторвался кусочек билета вот который отрывают уже перед посадкой она сначала его не могла найти потом она его нашла ее уже начали посылать обратно туда печатать билет и в итоге она его нашла и все стало очередем мы уже с Кристинкой прошли внутрь что-то ждем 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 ее нет и нет может быть с оторванным нельзя короче мы ее ждем здесь и выхода чтоб не потерять и это надо узнать тогда что я забуду может я все таки обратно послали мы присели в мою кофеманию любимую я тут набрала набрала всего опять на 200 мне кажется я только чисто по аэропортам уже десятку потратила ну вот панакота за 500 рублей а как ее можно не попробовать а взбитни по 400 рублей по салатике по 300 а водичка за 300 рублей как вам? вот вам и набежало но я думаю что будет все вкусно я сейчас попробую итак я съела сейчас свой салат и у Кристины попробовала вот кофемания отличается на самом деле жалко вот у нас в Ростове нет кофемании ты же не знаешь нет у нас кофемании? нет, название я слышала но в Москве есть кофемания это сеть на самом деле есть во многих местах я раньше очень любила завтракать там яичницы вообще подают со всякими штуками и это первый взбитинг где я попробовала не взбитинг, правильно взбитинг через S где я попробовала и подумала что за чудо что за чушь нет, чудо и где я не пробовала взбитинг такой вкусный не делали а вообще мало где есть на самом деле но если есть он не такой вот, его короче перемешиваешь здесь на самом деле я смотрела рецепт здесь лимончик, лайм здесь мята, корица но здесь посыпал корицу обычно они кладут корицу целую вот, сейчас кстати попробую может с посыпанной не так нет, очень вкусно вот дома даже я делала, у меня получается не так и еще панакота я вообще не любитель прям особо панакоты но мне что-то так хочется пить и мне десерт захотелось какой-то такой жидкий господи волшебный 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 короче чем отличается, чем мне привлекает кофимания такие же практически вещи, что и везде продаются но вкус у них отличается качественно я всегда здесь останавливаюсь в аэропорту о, Настюша пришла расскажи нам свою историю что случилось? это девушка, которая мне хамила которая последняя, вторая была? или первая? у меня суть важная какая но мне важно то, что она думала, что просто так можно разговаривать, дерзь что она сказала? она говорит, идите отсюда это ваш билет не действитель но ходите отсюда серьезно? да а все остальные говорили, что действитель ну в общем это я написала претензии просто на нее подошли там службы безопасности еще какие-то, но главное я пояснила и мне сказали, что да девушка, я не права попросили меня удалить видео так как я все это снимала и сейчас, конечно, свои эмоции я говорю, почему вы имеете право со мной так разговаривать? она говорит, почему вы имеете право со мной так разговаривать? она говорит, почему вы имеете право со мной так разговаривать? она говорит, почему вы имеете право со мной так разговаривать? я говорю, почему я не могу пройти? я говорю, почему я не могу пройти? я распечатала свой билет подойдя к вашему терминалу у меня билет распечатался если бы он был недействительным у меня же не распечатался бы ну в общем она мне продезинформировала так скажу Ну и теперь, как сказали, ей грозит штраф. Три выговора и увольнения. Ну, если три таких записки и увольнения, у неё это, по-моему, уже вторая. Но мы наше видео не удалим. Не, мы удалим видео, потому что... Наше видео. А, ваше видео, да. Наше не удалим. Ну, я не показывала же весь процесс. То, что такая история произошла, это понятное дело. Вот наглое. Ну, она, да, она какая-то дерзкая, ничего. Уходить, я видела, я слышала её, когда уходила. Ну, мы тебя заждали всё же. Мы тут уже на 200 теперь набрала. Я говорю, я уже в аэропортах, тут туда-сюда и десятку уже, мне кажется, поднимаю. И что, вкусно это? Вот я кофеманию люблю тем, что здесь всё вкусно. Вот что я не беру, я всё доедаю до конца. Настя тоже взяла суп с рикадельками, которые стоят 500 рублей тоже, да, по-моему? Вот попробуй. Это секрет. Мне интересно, вот тебе понравится или только у меня такой вкус, что мне всё в кофемании нравится. Реально, вот хоть берёшь какой-то там салат. Попробуем, вот салат. Так вот, возьми хлебни, понравится тебе бурьё. Что, тебе не нравится? Ну, он не стоит столько денег. Подожди сейчас. Маши, он супер, можно его продавать в аэропорту. Это за 200 рублей. Я беру чужой салат. Как вкусно, да? Блин, да он шикарный, ты чего? Да? Просто, мне кажется, там куриная банка и всё. Да нет, вкусно. А сбитень, ты не взяла себя? У тебя надо попробовать, если вкус только ты не перебьёшь. Не хочешь? Да нет, потом. Он хочет крутой. Да, потом его не будет. Я его выпью, он очень крутой. Я дома даже делала, вот у меня не получается. Хотя знаю все ингредиенты. Я не знала, как они здесь делают. Вроде просто всё. А что, это чай? Здесь мёд, корица, лайм, лимон, мяда. И всё. А чай? Нету, чай эту. Это моя номер зала. Мёрзни, мёрзни. Силькин нос. Короче, мы сели, главное, тут не было открыто дверь. Тут не было открыто дверь. А потом мы сидим, греемся, а он тут открыл, а там закрыло. Иди сюда, говорю, там холодно. Я в зимове не ездил. Нет, интересно, чё, да? Холодно, да? Вот. Мы уже тогда открыли там. Минус, сколько там нам говорили? Минус 10? Мы считай, на улице сидим. Мама говорит, минус 25. Обещаю. Здесь? Не знаю. Я сама не поняла, говорю, где я в самолете. Здесь-то не посуду. Могу закаченеть. Вот такое обещание. Пусть лучше 3 года исполняют. Я за... Закрывайте, закрывайте. Ура! Поехали на наш самолётик. Ну что, крошки, всё, наш самолёт до Ростова. Москва. Москва. Пока. Мы ещё обязательно придём. Прилетим. 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 Где японский? Я хочу вам заснять японский язык. А что японский? Первое. Он начинает говорить. Он такой, знаешь, одумался и перестал выключить. Он первый раз говорил на автопилоте. А сейчас так вот. После каждого слова он просто делает глоток слюнный ещё. Подожди. Не могло проявление? Да нет, ты про это. Прилеток слюнный. Он глотнул и перестал говорить? Да, он через каждую букву глотнул. Сами говорится даже подборник кабиноп экипажа без воды. Я не сегодня выпал день рейса. Простов-нададу совместно с авиакомпанией, которых есть Обороз, Аля-Ли, Абира. Течение рейса вас будет заботиться кабиноп экипажа в составе Нины, Анастаси. Сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с использованием аварино-спасательного обороны в наши самолеты. Да я плачу. Я сейчас живу. Я сейчас живу. Я сейчас живу. Выход обозначен из того, кто был выход. Светящаяся дорожка в туле прохода укажет направление к выходу. Полуэкзит запах вызывается. Эскать послать на луцео. Водолёт от этой дыберутся экзит. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Пристокому от лакад экзит на росты. Ваша кислородная маска находится на панели над вами. Я обзор маск из лакады. В случае разгерметизации она выбрасывается автоматически. Я не понимаю, что это в английском. Я не понимаю, что это в английском. Прожмите маску к носу и рту. Что, крошки-картошки? Мы уже в Ростове. Ммм, любимый Ростов. Настя уже в полудреме. Мы вызвали такси. Сейчас с Крис едем на одной машине. Сначала меня забросим, потом в Киев. Вот. Какие дела? Наш такси нас ждет уже. И мы выходим. На улице зверский холод. О нет! О нет! Все, Настюню, пока! Пока-пока! Нас вези! Бежим, Крис, бежим! Короче, я дома. Мама меня встретила. Мой малыш у меня спит. Сейчас я его пойду целовать. Но с вами мы уйдем все завтра. Так интересно узнают он, что у меня твой день не было. Или как ни в чем не было. Все, пока ночи. Доброе утро! День следующий. Я зацеловала ночью пацана. Он не проснулся, конечно же. Но зато, когда он проснулся... Мама, сколько он встал? Около восьми он встал и просто два часа он бегает вокруг меня. Забирает у меня подушку. Ложится на меня. Что-то там ковыряет, да? Скучал. Скажи, я скучала за мамой. И наконец-таки она проснулась сейчас. И, в общем-то, я расцеловала уже его. Ну, я думаю, он ощутил, что меня не было, да, мам? Да он скучал особенно вчера. Особенно вчера. Вчера в двери подходит. В двери подходит и говорит, а-а. А-а. Мой зайка. Моя любовь. Все. Теперь мы вместе. Рядом. Никуда не уду. Никуда не уду. Все, мои крошки, закончилось наше путешествие в Самару. Ждите так сабатов. Скоро будет. Не пропустите. Подписывайтесь на канал, кто первый раз у нас. Ставьте лайки. Самара нам понравилась. Самарчане особенно. Должны ставить лайки. Ладно, я с вами прощаюсь. Этот влог, мне кажется, обещает быть очень долгим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok